Всем здравствуйте! Сергей Собянин несколько раз получал должность мэра столицы России. До этого он был мэром Коголыма, депутатом Думы Ханты Мансийского округа и первым заместителем полпреда президента в Уральском федеральном округе. Жена Сергея Собянина познакомилась с ним еще тогда, когда по нему нельзя было и сказать, что он станет видным политиком. По национальности Сергей Собянин принадлежит к Вагулам, коренным жителям Ханты Мансийского ООО, там в Коголыме он познакомился со своей будущей супругой. Вот как об этом вспоминает сама Ирина. «Я приехала туда после того, как закончила институт, а Сережа уже на тот момент был заместителем председателя поселкового совета». Тогда никто и подумать не мог, что самый обычный поселок превратится в современный город. Ирина работала вместе со старшей сестрой Собянина в строеуправлении, она и свела молодых вместе. После полугода ухаживаний Сергей встал на одно колено и предложил Ирине руку и сердце. Свадьба должна была произойти 23 февраля 1986 года, и времени для подготовки было достаточно, но в последний момент все заботы обрушились на Ирину. Дело в том, что из-за аварии на теплопроводе множество домов остались без отопления и горячей воды, что загрузило Сергея работой сверх меры. Положительной строкой в его биографии можно назвать то, что он всеми силами способствовал исправлению ситуации, и в кратчайшие сроки в дома вернулось тепло. Церемония бракосочетания состоялась в назначенный срок, и позже Сергей Собянин говорил жене, что чувство выполненного долга было для него лучшим подарком на праздник. В браке родились две девочки, Анна и Ольга. Их биографии тщательно скрываются от вездесущих СМИ, и желание политика уберечь своих детей от навязчивого внимания вполне понятно. Несмотря на постоянные разъезды Собянина по стране, связанные с его деятельностью, семья долгое время оставалась крепкой, и те дни, когда муж и отец был дома, становились самыми счастливыми. Из бытовых подробностей Ирина рассказала о том, что Сергей страстный охотник и рыболов, но самое его большое увлечение – работа. Даже на отдыхе он постоянно решал какие-то вопросы и рвался обратно в город. Как сибиряк по национальности, Сергей в восторге от простых сытных блюд – пельменей и рыбного пирога, которым пристрастился еще с детства. После вступления в брак дела у Ирины пошли в гору. По стране ходят слухи о том, что она владеет крупным заводом по производству плитки, а также является главой компании, укладывавшей бордюры по всей Тюмени. Впрочем, и Сергей, и Ирина. Такие слухи опровергают, утверждая, что Ирина работает обычной учительницей. Кому верить, каждый решает сам. В 2014 году супруги развелись после почти 30 лет брака. Официальной причиной стало несовпадение характеров. Семья уже некоторое время жила практически раздельно, видясь только по праздникам, что мало даже для тех, кто живет командировками. Если люди начинают часто появляться вместе на публике, о них неминуемо распространяются сплетни. Так было и с Анастасией Раковой, которую уже в открытую называют новой женой Сергея Собянина. И пусть на бумаге он остается холостым, дыма без огня не бывает, так что хоть какая-то почва для слухов должна быть. Анастасии было 22, когда она стала работать вместе с Собяниным. Тогда он работал председателем Ханты Мансийской думы, но девушка явно не ошиблась, решив, что у него перспективное будущее в области политики. Вскоре она стала чуть ли не правой рукой Сергея, сопровождая его во всех рабочих поездках. И если когда у Сергея Собянина была жена, злые языки хоть что-то сдерживало, то после их развода сплетни о долгом романе, разрушившем семью, поползли с удвоенной скоростью. В 2010 году, еще до развода, Анастасия ушла в декрет. Мужа у нее не было. Сергей сам говорил, что не живет со своей семьей. Эти два факта быстро были связаны, и все твердо уверились. Собянин отец новорожденной девочки. Нельзя винить Ирину, до которой эти слухи, естественно, дошли в первую очередь в том, что она быстро собрала вещи и уехала за границу, подальше от Москвы и бывшего мужа, вокруг имени которого чуть не образовался скандал. Мифический роман обрастал все новыми и новыми, уже абсолютно невероятными подробностями. Якобы на последнем этаже мэрии оборудован чуть ли не детский сад для детей чиновников, где и проводит свое время маленькая девочка, пока ее родители на работе. Так неофициальная семья проводит время вместе чуть ли не круглосуточно. В сравнении с воспоминаниями Ирины о том, как ее трехлетняя дочь была счастлива услышать голос папы по телефону, все это звучит уж очень натянуто. Из достоверных фактов можно назвать то, что Анастасия Ракова значительно продвинулась по службе и сейчас занимает пост заместителя мэра Москвы. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.